всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала сегодня у меня будет такой очередной обзор по катушке катушка у нас называется нас ки фирмы шимана вот так катушечка проработала у нас сезон принесли ее на то ну вот пронесли вместе с коробочкой сразу же с комплектом вот вкратце можно как бы сказать посмотреть что она из себя представляет передаточное число у нас 50 к одному то есть пять целых к одному это у нас что говорит что за один оборот ручки грубо говоря ротор у нас дела от 5 оборотов да то есть что еще у нас такой основная информация вес ее 270 грамм катушка в размере 2 500 то есть для 2 500 в принципе 270 грамм я считаю это нормально хороший стандартный вес получается у них 4 шариковых подшипника один роликовый вот самое основное вместимость там разных им костей шнуров или лесок на шпуру я уже рассказывать не буду так как это уже не так все интересно можете посмотреть в коробочке имеется чехол такой матерчатый нехитрый материал такой очень скромный имеется также в комплекте регулировочная шайбы как я вижу что хозяин скорее всего еще ни одной шайбой не воспользовался имеются он такие вот стикеры грубо говоря как бы сказать из липкой ленты выполнен это для крепления шнура на шпулю и такой вот искусственный бы сказать приспособление это получается как backing чтобы backing лишний раз на шпулю не подматывать так на шпуль одевается и заполняет лишнее место пластиковые кстати такую штуку я уже на многих катушках шимана встречался с они делают такое вот это основная комплектация данной катушечки ну и соответственно с ней имеется вся соответствующая документация тут сразу же вложено что по наскит всех размеров всех передаточных этих как я понял вот они хайгир видите есть скоростные с повышенной передачи есть простые то есть все так бы имеется то есть можно спокойно самому делать того такой катушечки и не бояться что вы где-то что-то заблудитесь вот давайте уже посмотрим поговорим уже о самой катушке катушка у нас малайзийская я думаю камеру должно быть хорошо видно что она сделана в малайзии размер 2 500 вот ход вот именно самой катушки вот сейчас кручу меня даже самого поразило что катушка как бы такой средней бюджетной категории ценовой сегодняшние цены называть цену сегодня этой катушки это неблагодарное дело вообще сейчас баловаться ценами цены скажем так даже зависит не от повышения доллара от того какой хитрый хозяин интернет-магазина либо простого магазина какую свою цену загнет по тем и продает потому что я находил скажем так такую катушку в интернете по цене 150 долларов и тут же я находил такую катушку по цене 100 долларов то есть видите 50 долларов это просто разброс какой-то гуляющий так что это дело такое то есть понятно до повышения цен это все было намного дешевле что могу сказать про плавность хода плавность хода вот меня очень даже поражает удивительно для такого ценового сегмента плавность хода просто какая-то очень даже сказочная высла какая-то такая космическая я с таким моментом может а просто с носками не сталкивался очень давно ну плавность хода чрезвычайно очень отличная но есть один момент плавность то хода на плавность хода но когда хозяин отдал ее на то вот там вот мы посмотрели и вы его что получается когда шпуля уходит верхнюю мертвую точку да вот и когда она возвращается в нижнюю мертвую точку до механизме получается такие идут клацания удары стуки появились за год ну плавность хода при этом она не снизилась видите я даже спокойно могу ее завести подвесом свои рукоятки то есть плавность хода до такой степени космическая что прям вот стуки эти клацания при верхней и нижней мертвой точки шпуле появились а вот хочу продемонстрировать но не знаю как она в камеру будет слышно такие клацами стучки вот их четко слышно чик 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 но плавность очень хорошая я вот так вот крутил силой и считал сколько оборотов получалось у меня доходит даже до тридцати четырех до тридцати шести оборотов ручки то есть ну представляете это очень много для такой для такого ценового сегмента катушки то есть очень много оборотов делать но появились такие косы на с этим мы будем делать то разбираться вот что хочу сказать также за год работы если вот зажать ротор посмотреть вот видите вот он появился выработка износ главной пары вот он люфте к ним появился вот и видно да как ручка наверно ходит вот если вы сейчас поджать вот рукой всю люфт исчез то есть придется подкладывать регулировочную шайбу вот он даже плод сад а уже за саму ручку не беру вот он тут явно видно придется его убирать подкладывание регулировочную шайб под главную пару так на роторе у нас ну с ротором ничего такого не произошло этот больше гну силой чем что то есть на самом деле с ротором все в порядке никаких люфтов посмотрим что со школе вот если видно продольный поперечный люфт вот видите практически минимальная очень даже минимальный для такой катушки ну и что еще можно сказать люфт есть в кнопе вот он явно выражены такой небольшой но это опять же нет износ это скорее всего осталось от настроек завода-изготовителя вот вот что можно сказать в принципе все в норме ничего такого сверху естественно за год эксплуатации с ней не случилось то что подразносилась главная пара это очень даже нормально так и должно быть в жизни вечных никаких механизмов у нас не существует вот что можно еще сказать главным отличием этой катушки в этой ценовом сегменте является наличие системы икс шип вот про эту систему я рассказывать не буду кому надо те посмотрят потому что дабы я считаю что этот икс шип присутствовал и еще до этого самого названия более дорогом сегменте катушек шимана если кто-то думает что под вторичную шестерню главной пары подложили подшипник еще с другой стороны с тыльной стороны и думаю что то есть икс шип это нет они там еще и смещали шестеренки то есть ближе к центру ведущую с ведомой понятно то есть это в комплексе достигалось эти все значения икс шипа но это было и раньше просто сейчас это вот такой бренд хонд бренд как бы ход фирмы шимана даже то есть привлечь все внимание и содрать клиента лишние деньги вот и считаю вижу это только вот это вот в этом чтобы содрать клиента деньги на самом деле это было и до этого но в таких дешевых катушках конечно никогда подшипник вот вторичную шестерню в конце не подкладывали здесь этот подшипник есть то есть вот давайте посмотрим подшипника стоят два у нас коренных подшипника которые держат главную пару вот здесь и здесь то есть вот можно их так назвать я называю коренными подшипниками и стоят два подшипника которые держат у нас вторичную шестерню главной пары которые прикручиваться ротор один здесь а другой в конце здесь вот вот два подшипника ну и соответственно стопор обратного хода или обгонная мувка он же является и пятым подшипником роликовым вот в принципе в этой катушке у нас минимальный набор подшипников то есть за эту ценовую категорию мы получаем качественную катушку с минимальным но необходимым наборов подшипниках то здесь подшипники находятся строго там где они очень нужны вот здесь они есть соответственно в кнопе их нету вот мы видим вы знаете это в кнопе так все относительно тут кстати хочу вот заметить кнопку из такого приятного материала сделан очень классного он такой мягкий если чуть-чуть ногтем нажать видите продавливаться но когда я отпускаю он опять принимает свою форму и следов нажатия ногтя их они исчезают то есть такой приятный очень классный материал сделан ну скажем так я ее пока того не делал не буду вам заранее ничего заявлять когда буду делать то я сниму обзор взгляд изнутри конструктивных особенностей этой катушки и посмотрю втулки пластмасская в кнопе может быть эту втулки можно убрать и безболезненно такими же типоразмерами втулок только подшипники заменить эти втулки на подшипники безболезненно также у нас в ролике лесоукладывателя тоже подшипник не имеется но тоже я буду разбирать и смотреть может быть там втулка будет такого типа размера что можно будет в одну стандартный подшипник то есть если эти апгрейды можно будет сделать то у нас в ролике лесоукладывателя появится подшипник и в тоже появятся подшипники в принципе получится более чем хорошая катушка единственный вот нюанс который мне в этой катушки не понравился я могу сказать работать все замечательно просто не понравился мне один нюанс это почему-то мне показалось что у него неадекватно тяжелая шпуля очень тяжелая шпуля показалось я конечно это сейчас уточню взвешиваю от таких же номеров катушек до другие шпули эту взвешиваю и уже вам следующем видео когда буду делать то я вам расскажу но мне что-то она очень тяжеловато шпулька это показалось вот видно что она сделана из цельного металла так назовем почему-то тяжеловато подшипников шпули конечно нету понравилось только одну что отведите я даже не могу вынять сам вот этот очень тяжело то есть здесь я сделан такой качественного размера пыльник сюда вставляется что он подходит прям так четко что даже трудно гонит от попадания воды так вот еще вам покажу как она выглядит бы шпулю ход у нее просто замечательный тут можно стоять до утра ждать легким движением сколько нам будет крутиться просто бомбезно скажем так вот не хочу вам ничего сказать то есть рекомендовать эту катушку ли не рекомендовать ничего не буду выбирайте сами делайте сами я просто это делаю как бы сказать обзор в общем вот вот в принципе все что я хотел сказать про эту катушку всем спасибо за внимание уважаемые до свидания кому понравилось ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал